Добрый вечер. Непростой и совершенный разговор предстоит нам с вами, уважаемые наши телезрители, уважаемые гости. Сегодня вместе на Афонтово мы ищем ответ на вопрос, в чем причина детской и подростковой жестокости. В нашей студии эксперты-психологи, специалисты из полиции, уполномоченных правом ребенка Красноярского края, мамы подростков. С нами сегодня мама Дениса Казанцева, убитого сверстником 9 октября. Анна с нами, Алексей и Татьяна Емпольский, Алексей, друг Дениса. И в студии в этой мы сейчас ждем появления еще Ксении и Светланы Аникиевых из Девногорска. Ксению ранила одноклассница ножом, и вот сегодня Ксению выписали. И Ксения и Светлана захотели участвовать также в этом разговоре. И до того, как мы начнем непосредственно сам разговор, короткий БЛИЦ-опрос. Пожалуйста, микрофоны дайте Ирине и Игорю. Значит, очень короткий БЛИЦ-опрос для тех, кто участвует. БЛИЦ в чем его специфика? В том, что буквально два слова. Буквально два слова. В чем причина, как вам кажется, детской подростковой жестокости? Анна, как считаете? Семья, школа? Ну, я думаю, в первую очередь родители все равно виноваты в воспитании. Где-то недосмотрели, где-то внимание. Нехватка внимания и все-таки это семья. Даша, что думаете? Мы не чувствуем, не слышим своих детей. Все из семьи, да? Ирина, ваше мнение? Я бы сказала, что целый комплекс причин существует. Но на первое место я бы тоже поставила семью. Потому что гена агрессивности на самом деле не существует. Он возникает только в семье вследствие воспитания. Ну и тогда ваше мнение? Ну, я присоединяюсь. Но я хотел бы из этого проблемы комплексной и системной. Поэтому я бы сказал более общими фразами, а дальше каждый пускай решит сам. Но какая-то общая фраза? Значит, первое, отсутствие контроля за поведением ребенка. Второе, это отсутствие организованного досуга. И третье, это наличие, заметьте, отсутствие-отсутствие и наличие. Наличие отрицательной среды, либо лиц, оказывающих отрицательное влияние. То есть и семья, и все окружение в том числе. Андрей? К сожалению, люди очень жестокие существа. Дети так жестокие, как и взрослые. Гормоны, вот что положено, к сожалению, что срабатывает в этой ситуации. В подростковом периоде человек становится взрослым и ведет себя как взрослая. Жестокость, к сожалению, свойственна. Жестокость подростка, это естественно, вы хотите сказать. Это грустно, но это свойственно человеческой природе. Хорошо. Роман, вы директор школы. В чем причина, как считаете? Ну, трудно сказать, что причина только в одном в чем-то. Наверняка. Ну, не член. Это тоже комплексно. И оценить этот вклад какой-то одной среды достаточно сложно. Это очень комплексно. Комплексно. Вы согласны с Игорем. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что к разговору могут подключиться и наши телезрители. Для вас интерактивное телефонное голосование, а вопрос тот же. Как вам кажется, в чем причина подростковой жестокости? Если вы считаете, что все идет из семьи, 219-23-91 ваш телефон. Если вы думаете, что виновата школа, 219-23-92. Если интернет, игры, фильмы, 219-23-93. И если вы думаете, что все дело в безнаказанности, то 219-23-94. Можете также оставлять комментарии в наших социальных сетях на страничках Афонтова, в ВКонтакте и в Фейсбуке. Ваше мнение чрезвычайно важно нам, так же, как и мнение гостей, приглашенных в студию. А к основному разговору перейдем буквально через 40 минут. Пока короткий блок рекламы. Это Афонтова, прямой эфир. Мы вместе с гостями студии ищем ответ на вопрос, в чем причина подростковой жестокости. Многие здесь уже сказали, отвечая на наш короткий блиц-опрос, что все дело в семье. Так вот, давайте поговорим, что же в наших семьях не так. Что мы там, чего мы не делаем для того, чтобы дети были наши добрыми. Ну, или не агрессивными. Даша, ну, вы самая известная мама в Красноярске. Давайте вот первое. Что не так в наших семьях? Коротко, но по сути. Я думаю, что очень много книг, и много мы читаем, когда рождаем ребенка. Много литературы о раннем развитии. Но совершенно мало книг о том, как пережить этот пубертатный период. А он на самом деле намного сложнее, чем когда ребенок рождается. У нас, я даже психологов не могу сказать, кому обратиться. Мне многие мамы спрашивают. Потому что этот период, он не оценен родителями. А он очень-очень сложный. Правильно сказала Андрей, гормоны влияют. Потому что я вот сейчас сама столкнулась с тем, что мне приходится их просто обнимать, больше рассказывать, больше слушать их, что они говорят, дети. То есть мы очень много читаем, как пеленать, а что потом делать, когда ребенок уже не поперек лавки. Как обычно, да, азбуки. Но мы не знаем вот эту именно грамотность и чувства. Вот это очень важно. Татьяна, ваше мнение? Я думаю, что мы... Что не так? Возможно, перестаем, когда ребенок уже в подростковом возрасте, мы перестаем интересоваться, чем он занимается. То есть он гуляет на улице, мы не спрашиваем, бывает, у кого, где он бывает, с кем он общается. Я вот думаю, что нужно больше разговаривать с нашими детьми и интересоваться, чем они занимаются и что делают в интернете. Вот рядом сидит ваш сын. Алексей, сколько лет? Тринадцать. Тринадцать. Вы стали за последнюю неделю внимательнее относиться, вот когда случилась вот эта трагедия с другом Алексея, с Денисом? Вы как-то изменили свои отношения? Пересмотрели? На себя посмотрели, может быть? Ну, естественно, я и свои ошибки подчеркнула. Мы и раньше с Алексеем хорошо общались, постоянно разговаривали, беседовали. Но за последнюю неделю, конечно, я сейчас спрашиваю его все, кто написал, что написал. То есть стараемся более плотно общаться. Алексей, рассказываешь? Ну, практически все. Да. Доверяешь? Да, да, конечно. Это хорошо. Игорь Владимирович, что говорят ваши подчиненные, сотрудники, полиции, вот про те семьи, в которых ребятишки совершают преступления. Что в этих семьях не так? Ну, я бы самое основное сказал, что это отсутствие диалога. И диалога равноправного, когда родители разговаривают с детьми на равных. И на стороне этого рождается доверие. И ребенок говорит не как с родителем, а как себе равным. И на равных высказывает причины, условия, проблемы и методы их решения. И при этом сам высказывает, какое он хотел бы видеть участие родителей. И вот на последнее время, кстати, внимание, когда ребенок говорит, что он хочет от родителей, то проблемы быть не может. То есть отсутствие доверия, оно... Отсутствие диалога построено на доверии, когда стороны выступают на равных. У вас есть дети? Конечно. Сколько лет? Они уже взрослые. А как вы пережили подростковый этап вот этот вот с ними, с детьми? У вас было это доверие? У нас было доверие. Или были проблемы? Безусловно, были проблемы. Но самое главное, что все сегодня успешны. И я считаю, диалог состоялся. Хорошо. Это вам повезло. Андрей, вы психолог. Все-таки, что не так с семьей? Может быть, все-таки есть какая-то системная история? Или это просто действительно от невнимательности родителей? Или что? Здесь несколько моментов. Момент первый. Безусловно, ребенок от нуля до 16-18 меняется. Но модель отношения родителя к нему, к сожалению, не меняется. Родитель, как начал относиться к ребенку в год, в два, в три, он не переключает режимы. То есть он не понимает, что ребенок вырос? И в этом смысле, я бы сказал, что отношения в семьях чаще всего, даже в хороших семьях, очень информальные. Поел, как уроки, как дела, спать. В этом смысле нет диалога. Но я в данном случае с мнением коллеги не совсем согласен. Равного диалога, с моей точки зрения, если мы говорим о 10, 12, 14-летних, не должно быть. Потому что какой равный диалог может быть? Родитель должен быть авторитетом. Он должен слышать, должен быть диалог. Но равного, с моей точки зрения, это слишком большая иллюзия. Потому что ребенок начнет диктовать свои правила игры, и мы будем их слушать. Но это один момент. Второй момент, это, конечно, та крайность вседозволенности, которая сейчас характерна для семей. Родители, где чаще всего в семьях всего один ребенок, чрезмерно его балуют. Они его любят. Они никому не позволяют его воспитывать и наказывать. Наши родители стеной стоят вокруг своего ребенка, не позволяя ни учителям, так сказать, в школе, ни в детском саду, ни посторонним делать замечания. И ребенок, который вырастает в условиях, когда все боятся его поправить, скорректировать его поведение, привыкает к тому, что он к этой вседозволенности. Как он сказал, так и будет. И в этом смысле, не то, что семья плохая, но просто чрезмерная любовь, к сожалению, является крайностью, которая приводит к тому, что ребенок убежден, что мама и папа всегда его отмажут, спасут, прикроют. Это является питательной почвой, когда даже очень хорошие дети, к сожалению, оказываются за гранью какого-то совершения преступления. Ну и момент третий. Наши дети, к сожалению, сейчас практически бесхозны, что родители заняты, они с утра до вечера работают, решая материальные вопросы. Ребенок, который раньше вырастал в коллективе, во дворе, на детской площадке, в общении с родственниками, в общении с различными спортивными и прочими школами, сейчас чаще всего представлено самому себе. То есть получается, что вот эта вся история, когда мама работает как такси, возит с одной развайки на другое, это все заканчивается до школы, да, видимо? Почему? В школе это продолжает так же, но подчеркиваю, ребенок все время остается как бы за невидимым коконом защиты. Он общается, он куда-то ходит, но он не интегрируется, его не поправляет, он все время где-то присутствует, но подчеркиваю, он не получает сигналов от общества, как правильно себя вести. Он всегда знает, что у меня есть мама, она прикроет, она вообще даже лезть не будет в мои, так сказать, дела. И ребенок, повторю, вырастает в некой презумпции своей невиновности. Как я поступаю, значит, имею право. Хорошо. Роман, вот вы директор школы. Вы родительские собрания проводите? Обязательно. Что родители говорят? Родители вот так себя ведут? Или родители позволяют вашим учителям воспитывать их детей? Вы знаете по-разному. Вообще, надо сказать, что мы зачастую становимся свидетелями того, что на родительское собрание приходят одни и те же родители. Как правило, это родители успешных, социализированных детей. А вот родители сложных детей, со сложным поведением, как правило, на собрание приходят крайне редко, либо уже по персональному практически приглашению директора. Но большая часть из тех, кто приходит на собрание, они, конечно, позволяют применять методы воспитания, весь спектр которых, конечно, в школе есть на сегодня. Родители меняются? Родители нынешних школьников отличаются от родителей школьников 10 лет назад? Ну, мне трудно сказать пока 10 лет назад. Я не был директором, но думаю, конечно, что меняются. Но учителем тоже не были 10 лет назад? Учителем был. Ну вот, то есть родительские собрания проводили? Да, проводил, конечно. Но я хочу сказать о том, что и родители, и дети меняются в соответствии с той общей ситуацией, обществом, которая есть. Тогда другой вопрос. Вот если проблема из семьи, то как в семье научить ребенка противостоять той агрессии? Вот хорошая семья, хорошая семья. И с ребенком есть взаимопонимание. И, Анна, у вас с Денисом, я так понимаю, тоже было же взаимопонимание, да? Да, да. У вас не было, у вас, ваша семья не была проблемной. А вот как научить ребенка, может быть, это, кстати, и к психологам также вопрос, как научить ребенка противостоять той агрессии, не вестись? Как родителям в условиях, когда ребенок то ли доверяет вам, то ли не доверяет, то ли он хочет с вами разговаривать и делиться, то ли не хочет? Он о чем-то вам просто даже не расскажет, может быть. Правильно? Есть же такое. Не обо всем подростки хотят говорить. Как ребенку объяснить, как противостоять, как не повестись на эту историю? Что скажете? Давайте Надежде дадим слово. Надежда молчит в среднемужской компании, да. Ну, как уже говорили, что все, конечно, идет из семьи, да, то есть если изначально было, действительно, вот с Андреем соглашусь, мать уделяла ребенку внимание, то не переходит, не наступает такого момента, что вдруг наступил 12-13 лет, и все, мать выключила, занимается своими, соответственно, своими делами. Ребенок сам по себе. Нет, такого нет. Мать любого, лучше своего ребенка знает, чем любой другой специалист. Соответственно, знает все какие-то определенные моменты. Если она изначально была рядом со своим ребенком, соответственно, общалась, слышала обратную реакцию, неважно, речевую, но и неречевую в том числе, да, то, соответственно, наступают такие моменты, что ребенок понимает все-таки, что хорошо, а что плохо. Как объяснить ребенку, когда он объект вот этой агрессии, не субъект, не он агрессивен, он нормальный ребенок, он занимается спортом, он, в общем, доверяет, наверное, своей маме или папе, да, он в нормальной компании, он, все у него нормально. Как объяснить ему, что бывает такое, и вот за какую-то грань нельзя заходить? Я могу помочь, коллеги. В данном случае, смотрите, детство и подростковый период, период, который мы называем социализацией, мы должны научить ребенка жить в обществе. Есть две модели воспитания. Модель такая европейская идеальная, некая модель восточная, которую мы так в кавычках называем. В европейской модели мы пытаемся ребенка учить неким идеалам, некому идеальному поведению, которое, к сожалению, с реальной жизнью очень часто никак не стыкуется. На Востоке в этом смысле ребенка обучают реальности жизни, в том числе, извините, так сказать, кому давать взятки, как там дать сдачу, это может быть плохо. Но, подчеркиваю, ребенок вырастает адекватно в той среде, тем ситуациям жизненным, которые будут возникать. Они далеко не всегда там комфортные, не всегда красивые, не всегда правильные. В этом смысле родители, начиная с момента, когда ребенку исполняется 10-11 лет в предподростковом периоде, обязаны привить конкретные примеры своей жизни. Какие были у них сложности, как они их преодолевали, опираясь на что, как они реагировали на травли, на сложности, на конфликты, примеры жизни своих родственников, друзей. Ребенок должен иметь арсенал разных инструментов, психологических, поведенческих, которыми он будет пользоваться. Если он арсенала не видит, только сказки, то, конечно, он от крайности, так сказать, пассивности до агрессивности очень легко перепрыгивает. Дмитрий. Надо не забыть, что мы живем в информационный век и, к сожалению, забываем, что важна еще и деятельность. И когда родители огромное количество времени проводят сами в интернете, по большому счету, и на своем личном примере не показывают способы решения конфликтов, то и ребенку негде, собственно, и научиться тому, как его папа или мама решать непосредственно сами конфликты, чтобы перенять эту модель поведения. Это первый момент. Второй момент. Картина мира формируется не прямо сегодня у нас. Она сформировалась когда-то в прошлом. И решения, которые сегодня человек принимает, находясь в какой-то кризисной ситуации, они сформированы теми решениями, которые когда-то на его периоде жизни произошли. И в этом смысле и то, как он воспринял мир, маленький ребенок, как родители были рядом, как они реагировали на него, как у него модель мира, условно говоря, благополучный мир, мир рад ему или он ему не рад, соответственно, формирует его способ реагирования на какие-то ситуации. И вот те важные какие-то события, которые происходили, они уже когда-то случились. И сейчас, и, конечно, в деятельности родителя возможно ситуацию эту менять, показывать ему. Потому что, собственно, даже у каждого ребенка что-то происходит, он молоко разлил или что-то с ним случилось. Как папа, мама непосредственно решает этот вопрос. Вот прямо с этим ребенком, прямо в этой ситуации. Он же учится этому поведению. То есть мы сами сидим в интернете и сами не взаимодействуем с внешним миром, и ребенку не показываем пример, как взаимодействовать с внешним миром. Я могу, если есть просто не то время, рассказать личную ситуацию, когда там прям можешь показывать, как ты в какой-то конфликтной ситуации, как ты себя ведешь и показываешь, и ребенок присоединяется к этому. Это гораздо лучше, чем рассказывать. Дарья, да, говори. На примере, в основном конфликтная ситуация в этом возрасте именно создается в школе. У меня хороший пример. Учительница видит, что вот как бы дети тройняшки, и априори дети не воспринимают их, они уже инкогниты. Ну, не инкогниты, а вот, знаете, над ними потрунивали, доводили состояние. Тогда она предложила мне вести журналистику в классе, чтобы я разговаривала с ребятишками, те, которые обижают моих, ну, к примеру, тройняшек, и мы как-то сдружились. То есть, возможно, выходы такие, чтобы родители больше общались, больше выходили в походы, какие-то вместе совместные деятельности. Тогда конфликт уходит потихоньку. Анна, что скажете? Как можно защитить ребенка? Как вам кажется? Вам сын рассказывал о том, что у него проблема, у него конфликт? Да нет. То есть он вам ничего не говорил? Беды вообще никакой не предвещало. И он у вас спортсмен был и готов был, в принципе, и за себя постоять, да, получается? Да, я подходила, когда он за компьютером, я заглядывала из-за плеча, как бы... Ничего? Нет, конечно, на такие темы они никогда же об мальчишке не говорят. И не конфликтные, ничего не предвещало. А как вам кажется, как вот в такой... Какой-то, может быть, недоговорили чего-то когда-то именно о том, что... Как уметь уйти от конфликта? Вообще были такие разговоры? Да, я на разные темы с ними беседовала, и что по одному не ходить, где там, людей нет, и на поезда не залазить, а обо всем, но вот насчет таких конфликтов, как бы, даже, ну, бесед не было, действительно не было, как бы, потому что и не было у них таких вот перепалок нигде, как бы, дети... Ребенок спортсмен, как бы... Мог всегда за себя постоять и как-то был в коллективе, да? Да, мы его прям вот видели, у нас спортивная площадка перед окном, он практически всегда на глазах был. Он воркаутник, я с ребенком иду гулять, он так же на глазах практически, ничего не предвещало даже. Слушай, если история, если причина вот этих конфликтов и детской агрессии, она в семье, то может быть, что-то, я вот, Ирина, на вас смотрю, да, может быть, что-то системно нужно поменять, как-то помочь семье, возможно ли это? Потому что, ну, вот все сказали, все дело в семье, и вроде как, ну, это недостаток внимания, это, естественно, для подростков. Так, а вот что нужно сделать? Может быть, нам всем как-то что-то нужно делать для того, чтобы помочь семьям нашим справиться? Ну, если что-то делать, то вообще-то говорить об этом нужно. Говорить о методах воспитания детей в семье. Потому что совершенно очевидно, если в семье принят хамский способ разговора, если принят силовой метод решения каких-то конфликтов, если в практике постоянное унижение, то требовать от ребенка какого-то другого поведения просто невозможно. Мне вообще, я отчасти не согласна с постановкой вопроса, когда мы говорим, как ребенок должен избежать, как ребенок должен уйти, там, от агрессии, к примеру. Ну, честно говоря, сложно ставить перед ним такую задачу, понимаете? Мы, я совершенно согласна вот с предыдущими ораторами, которые говорят, что воспитываем мы детей, собственно говоря, только собственным примером. И у уверенных в себе родителей, вот бывают уверенные, спокойные дети, которые будут разрешать конфликты не силовым способом, а будут разрешать их словами. И вот это позволит уйти от конфликта. Но обычно вот разговаривая с детьми, я рекомендую, единственный способ уйти от агрессора, это убежать. Убежать от него и не пытаться наладить каким-то образом взаимоотношения с ним. Ну, мальчишке в подростковом возрасте, наверное, очень сложно развернуться и убежать. Это же, наверное, стыдно, это же, наверное, как-то вот слабо, вот эта вся история. Ну, согласна, здесь еще одна причина срабатывает, конечно же, вот этот вот эффект толпы. Но он особенно характерен для подростков, когда нужно казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Может быть, завоевать авторитет, показать свою крутизну, свою возможность войти в какую-то социальную группу, да. Но, тем не менее, по возможности лучше от этого уйти. Вот хотел у вас спросить, Игорь Владимирович, а вот семьи, в которых подростки совершают преступления, это асоциальные семьи? Или и те, и те? Вот все-таки? Ну, я бы не сказал, что все семьи, где росли и растят... И просто вот Ирина говорит, что если грубость, хамство там, если пьют, если бьют, то каким выйдет из этой семьи ребенок? Вот только такие семьи? Или вот я поэтому спрашиваю? Нет, не обязательно ни в коем случае. И опять же, повторяюсь то, что я ранее говорил. То есть нужно смотреть, если у ребенка есть контроль, если есть организованный досуг и нет отрицательной среды, то тогда ребенок не станет на путь совершения правонарушений. А если даже в благополучной семье, где родители, скажем так, откупаются, давая материальное благо, но не давая духовного, то, естественно, у него получается вакуум. Этот вакуум заполняют соотношением отрицательного влияния со стороны чьих-лиц. И очень может быть, что даже в внешней, внешней благополучной семье мы видим то, что случаются нехорошие поступки. Тогда вот какой вопрос. А кто должен среагировать вообще-то на семью, в которой неблагополучно? Ну только я, знаете, когда говорю среагировать, я не имею в виду наказать, ребенка изъять в детский дом или там под опеку или куда-нибудь, а помочь. Вот кто должен этой семье помочь? Вот видели, да, например, что мальчик, который убил Дениса, ну как говорили, да, я не знаю и не была свидетелем, но тем не менее, что у него и конфликты дома были. Непростая была история. А вот кто и когда должен был на это среагировать? Как вам кажется? Я на вас опять смотрю. Понимаете? Ну, вы знаете, на самом деле распознать это, я думаю, что очень сложно. Сейчас проще всего, наверное, было бы сказать, да, вот школа должна была бы. Может быть, мы, кстати, зададим школе, я на вас покажу. Я не уверена, что действительно это было возможно сделать, потому что порой ребята в школе показывают себя как обычные ученики, как ребята, выполняющие домашние задания. А вот что творится за пределами школы, что творится в этих социальных сетях, и это тоже огромная угроза, ведь сегодня медиа-среда у нас очень агрессивная. Начиная от средств массовой, простите, информации, но заканчивая также интернетом. Поэтому школа это может увидеть и не всегда. Но я и допускаю то, что имел место какой-то конфликт затяжной, который уже становился очевидным, и его действительно пропустили. И в том числе и родители, и школа, все. Алексей, был какой-то затяжной конфликт, который можно было распознать до того, как случилась трагедия? Ну, что именно случится трагедия, ну, это никак нельзя было распознать. Все думали, ну, соберемся, поговорим, разойдемся и все. То есть ничего такого у нас как бы не это. Но тем не менее, Денис же написал без оружия. Они уже знали, что они с оружием ходят. И по школе он ходил с оружием. Это же тоже знали. Это много людей знали. И учителя забирали. И охрана знала, что у него оружие. И никто не обратился в полицию, зная, что у него оружие? Да, никто. Никто. Что делать? Вот смотрите, вот какая история. Вот такая история. В целом, в любом случае, всем действиям должны дать и дадут обязательно правоохранительные органы. Потому что все обстоятельства происшествия на самом деле сейчас тщательно выясняются. Поэтому по результатам будет уже известно все до деталей. Ну, вот так или иначе, вы знаете, мы пришли в школу. Из семьи мы как-то, вот недостаток внимания. И возможно, что книжки надо читать. Не только про то, как пеленать, кормить. И обо всех прелестях грудного вскормления. А вот потом, когда уже ты вскормил, что делать? За школу вам придется ответить, что уж вы тут один учитель. Ну и Надежда, вам, да? Вы школьный психолог. Нет, я не школьный психолог. Я работаю с детьми непосредственно. С разными. С детьми непосредственно с разными. Хорошо. Вот все-таки в школе учитель, он может распознать? Вот если вы бы увидели, что у вас ребенок, или учитель бы к вам пришел и сказал, там у мальчика нож мы изъяли, вы бы что сделали? Вот как бы вы с ним поговорили? В милицию позвонили? Вы знаете, вообще школа это один из органов системы профилактики. Вообще система профилактики это и школа, это и органы опеки вами названные, и комиссия по делам несовершеннолетних, и ОДН, и здравоохранение. Большая очень система профилактики, которая, конечно, взаимодействует по вопросам профилактики правонарушений. Что можно было бы и нужно было бы сделать, и мы этому педагогов наших постоянно учим, чтобы они это делали именно так. Заметив какие-то противоправные действия ученика, в том числе и на отношении какого-то оружия, или предметов, которые могут угрожать, или быть использованы в качестве оружия. Конечно, информировать администрацию школы, чтобы мы дальше принимали соответствующие меры. Что делать-то будет? Мы... В полицию? Первый самый... Ну, подождите до полиции. Первый самый шаг, мы, конечно, должны поговорить с самим ребенком. Следующий шаг, мы обязательно информируем родителей, и разговор, который должен состояться с ребенком, он, конечно, должен быть обязательно в присутствии родителей. А дальше уже по ситуации. Мы обязательно информируем комиссию по делам несовершеннолетних. В школе есть совет профилактики, на котором присутствуют и дети, и родители, которые совершили, либо могли бы совершить эти противоправные действия. И на совете профилактики эти вопросы рассматриваются, и дальше уже принимается решение, куда обращаться дальше, в зависимости от ситуации. Не кажется, система вам сложной и бюрократической? Она не бюрократическая. То есть это просто в разговоре она кажется такой, да? Да, она может быть кажется немного громоздкой, но на самом деле в школе, еще раз повторюсь, что достаточно большой арсенал средств, которые могут быть задействованы в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Это очень регламентировано. Школьное служебное примирение еще надо спорить. Да, школьное служебное мотивация. В большинстве школ есть школьное служебное примирение, которое готово прийти на помощь в этой ситуации и способствовать регулированию конфликта. Это ресурс очень большой. Хорошо, школьное служебное примирение. Подождите. Алексей и Ксения, да? Ксения, сегодня только выписали из больницы. Ой, Ксения пострадала от действий своей одноклассницы, правильно? Была ранена ножом, да? Алексей, Ксения, в ваших школах есть службы примирения? Я не знаю. Я тоже не знаю. Отличные службы примирения, про которых школьники не знают, в принципе. А мамы, вы знаете про то, что есть службы примирения? Не во всех же. В некоторых школах есть. Просто мы же говорим про все школы. Ну вот есть две. Одна в Красноярске, одна в Девногорске. И ни там, ни там школьники не знают, что такие службы есть. Психологи. Вы вообще знаете, к кому обратиться, если вот у вас проблема, если вас кто-то реально обижает? Вы знаете, к кому в школе подойти и обратиться? К школьному психологу. Ксения, а подходила к школьному психологу? Или не нужно было до этого? По этому поводу нет. По этому поводу нет? А что-то предвещало вообще, что кончится все вот таким случаем с ножом? Я о таком не думала. Просто не было даже мысли, да, об этом? Да. А с девочкой, которая тебя ранила, психологи школьные работали? Я так понимаю, девочка тоже была с непростым характером какой-то? Ну, вроде бы нет. Нет, да? Нет, наверное. Может быть, мама скажет. Вы пытались как-то выяснить, что вообще? Я, наверное, этот класс знаю очень хорошо, потому что я очень много времени принимала именно у дочери в классе. Я, то есть, с первого класса. Я, мало того, что в родительском комитете, потом вела праздники. Очень близка была с учительницей начальных классов. Это у нас была молодая, интересная, перспективная учительница Ларина Татьяна Николаевна. Она, наверное, лучше расскажет, если вас сильно интересует. Как она училась в школе и какое отношение было вообще к одноклассникам? Так, мы, во-первых, да, я прошу вас, пожалуйста, я еще раз напоминаю, что по закону мы не имеем права разглашать никакую информацию, которая имеет отношение к детям, которые совершили проступки, вот эти преступления. Такой закон мы обязаны ему следовать. Но главное, давайте мы скажем, правильно ли я понимаю, что напряженная ситуация, непростая ситуация, в которую мог бы и должен был бы вмешаться школьный психолог, она все-таки была? Или нет? Или это был обычный ребенок, все нормально, никаких проблем? Да, это был, наверное, скорее всего, необычный ребенок. Она была интересная, неординарная, в то же время замкнутая. То есть к ней надо было присмотреться, приглядеться. Хотя тревогу била Татьяна Николаевна. Неоднократно, заметьте, поставьте ее на психологу, на заметку. То есть агрессивность ее, наверное, с первого класса была. То есть это заметно было. В ее, наверное, отношение к школе, к одноклассникам. Потому что я очень хорошо знаю класс. То есть получается, что школьные психологи есть. Служба примирения есть. Но когда дело доходит до вот какой-то острой истории, вот такой, когда уже конфликт есть, он проходит мимо школьного психолога. Ну вот два случая. Есть же наверняка школьный психолог. Он же должен быть, видимо, в штате, правильно? А вот почему? Вы не пойдете рассказывать о своих проблемах школьному психологу? Есть доверие этому специалисту? Ну я бы первым делом, мне кажется, учителю классному бы сказал. То есть наши дети, наверное, можно я скажу? Наши дети, наверное, не привыкли приходить к психологам и выражать свою точку мнения, что мне плохо, меня обидели. Ну вот, то есть, наверное, надо детям научиться. Или психолог чаще должен быть... А скажите, а были все-таки вот какие-то поводы для обращения к психологу? Ну какие-то другие? Приходилось обращаться или нет с чем-то? Была такая потребность? Ксения? Нет? Я даже не знаю. Ну вот насколько я знаю, у нас психолог недавно, то есть с четвертого класса. То есть, скажи, всего так. Психолог от запроса в любом случае работает. От того, как ему предъявляют запрос... А вот дети не предъявляют никакого запроса. А мы имеем то, что имеем. Что должен делать психолог и педагог? Все незаметно. Есть доверие с классным вообще? Конфликт, получается, из школы, он внутри школы. Вот он с одноклассником, с бывшим одноклассником, да? Это конфликт внутри школы, но решают они его потом вне стен школы. И вы знаете, самое обидное... Нет, не обидное, я не знаю, как правильно сформулировать. Когда мы звоним в школу и скажем, что у вас случилось, знаете, что первое нам говорит школа? Это не на школьной территории. Все. Как будто мы не имеем к этому отношения. Понимаете? Вот о чем речь. Как же сделать так, чтобы психолог школьный увидел проблему? Вот как это сделать? Ну, может быть, все-таки еще педагоги сами должны. К разу руководитель видит ребенка, которого курируют непосредственно. Соответственно, возможно, он забьет какую-то тревогу, что, соответственно, ребенок ведется как-то своеобразно. Давайте в простой статистике. Один человек, одна ставка, 750 детей-школьников. Рабочее время 36, ну, если ставка психолога. А хватить 750, ну, одномоментно, ну, там, программулиотеку не может. Соответственно, это он должен быть частью системы, ну, психолог и социальных педагогов, и классовых руководителей. То есть тех людей, которые, ну, непосредственно классных руководителей, которые в прямом контакте находятся с детьми, которые должны сканировать и определять какие-то знаки, и уже потом привлекать психолога. Ну, для того, чтобы психолог подключался к работе. Чтобы, возможно, сократить масштабы работы даже психолога. То есть кому первостепенно, кто, может быть, не настолько нуждается в помощи? Вопрос опять к вам. Схольные психологи, ведь они проводят диагностику, и уровень тревожности обследуют. И эта информация есть у классных руководителей. Конечно, классные руководители должны зайти с тем более внимательно. А вот смотрите, классный руководитель, человек, у которого полторы или две ставки, ему нужно всех, значит, все уроки отвести, к урокам подготовиться. Плюс к этому ему нужно заполнить все документы, три листа после одного, значит, только родительского собрания, полтора часа после этого собрания. Вот как он успевает, среднестатистически загруженный, вот такой, какой, есть школьный учитель? Он успевает до каждого ученика дойти и спросить, как дела у тебя, что случилось? Как правило, классный руководитель является учителем в этом классе, как правило. Поэтому у него есть время не только во время классного часа поговорить с детьми, но и во время уроков, и на переменах. Поэтому загруженность чрезмерная, может быть, и можно согласиться с этим, что есть фактически. Но, как правило, учителя в течение всего дня в школе, и они видят и взаимоотношения ребят. Даша, да. Вот у нас, допустим, благодаря тому, что очень тонко определил конфликтность ситуации, классный руководитель, не буду говорить, в каком это классе, девочка была отчаянно доведена до самоубийства. В четвертом классе ее снимали в раздевалке, как она переодевается, девочке по классу. И выкладывали все в интернет, представляете? Все обсуждали это все. Причем, когда уже собрали весь класс родителей, благоприятная семья, благополучие, они говорили, нет, не может быть, мой ребенок не мог в этой всворе, в травле, в этой участвовать. Понимаете? И этот конфликт весь увидела учительница, увидев этого ребенка, который просто плакал и собрался прыгнуть с моста. То есть она уже реально шла, ребенок, чтобы в таком было отчаянии. И поэтому потихоньку привлекли психолога, которому уже собрали класс и решили ситуацию. Но вот увидела первая именно учительница. Это вот повезло, да? Это вот как, знаете, раньше в Советском Союзе считалось как школа, второй дом. Правильно? Леш, школа, второй дом для тебя. Там есть люди, которым ты искренне доверяешь, как маме? Ну, да, есть. Это кто? Классный руководитель. И все. И все. Классный руководитель. Ксения? Нет, даже не знаю. Я некоторым доверяю, а так, наверное, не как. Учителям, взрослым доверяешь? Да. С проблемой. Есть такие взрослые в школе, к которым ты подойдешь и скажешь, если у тебя будет проблема? Классный руководитель. Классный руководитель. То есть все-таки веришь, что этот человек поможет тебе, да? Я вот хочу, если можно. Мысли передачи не должны иллюзии создавать у людей. Вот школьный психолог, какой бы он там ни был, так сказать, там, десяти, пяди во лбу, он, даже, повторяю, будучи умным, будучи глубоко, так сказать, заинтересованным в своей работе, этого мало. Подростковая среда специфическая. Дети там откликаются только на тех, кто является на них авторитетом. Само слово авторитет появляется в подростковой среде. В этом смысле учитель, вернее, школьный психолог, который сидит в своем кабинете, он там, да, он работает, но еще раз, у него нет контакта, его не видят дети, он не является авторитетом в школе. Он мало может помочь. Я хочу сказать, что надо помнить, школьный психолог призван не только с детьми работать, но и с родителями, и оказывать помощь учителям, и в том числе администрации, как бы школы. В этом смысле об этой роли забывают. Поэтому в данном случае, действительно, гораздо полезнейшим школьный психолог первой линией обороны является все-таки классный руководитель. Он обязан подать сигнал. Но, подчеркиваю, все равно ключевую роль воспитания ребенка в его таскодействиях выполняют родители. Вот я хочу привести простой пример. Вот мы, допустим, там часто жалуемся о родителе в городе, что вот, там ночами и вечерами катаются подростки, на машинах там с глушителями спать не дают. Но у этих подростков есть родители. Они что, не знают, на каких машинах катаются их дети, они сами их покупают и сами потом жалуются. И здесь, если ребенок начал ходить с ножом, если ребенок показывает образцы агрессивности, если он уже в этом сообщает в школе, родители должны, они отвечают за ребенка. Если ребенок совершил преступление или оказался в тюрьме, еще раз, это касается прежде всего не школьного руководителя, не школьного психолога, а родителя. Главное, эту информацию донести до родителей. И их задача отвечать за жизнь ребенка. Хорошо, об ответственности родителей мы тоже еще переговорим с вами в этой программе, как и о безответственности, и как и о безнаказанности. Короткий блок рекламы, вернемся и продолжим разговор. В эфире Афонтова дискуссия на непростую совершенно тему, откуда берется, в чем причина подростковой жестокости. Сейчас у нас есть звонок. В студию нам позвонила мама девочки, которая ранила двух своих одноклассниц ножом в Дивногорске. Родители девочки, родственники девочки знали о том, что будет такое ток-шоу и хотели прийти в прямой эфир. Этого нам не позволяет закон, но выслушать их точку зрения по телефону мы можем. Давайте послушаем. Вы в эфире говорите. Здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Ну, во-первых, вот все совсем не так, как представляет это все, та сторона. Как это все по телевизору показывают. То есть, как представляет моего ребенка маньякового убийства. Как все? Расскажите, как все. Коротко, но расскажите, как все. Как все было? Коротко, про тот день рассказать. Ну, вот про... Слушаем вас. Да? Да, да. Они шли, веселились там. На днях моя дочь, ну, до этого события сказала, что давай помиримся с той девочкой, потому что они как бы некоторое время конфликтовали, а до этого были подружками. Все, они шли, шутили, веселились. То есть, не было никакого умысла, ничего она за ранее не готовила, чтобы она сейчас соберется и пойдет их конкретно убивать. Вот. И пока они шли, девочки прикалывались, и прозвучала просто шутка, которую мой ребенок воспринял на свой счет. Так. Вот. Ну, и когда они... Если честно, я так считаю, что как бы это, возможно, послужило. Но она, как говорит, она не хотела их ранить даже. Она не хотела. Она хотела просто напугать. Потому что в течение всего времени, пока она училась в школе, девочки постоянно, не то, что конфликтовали, они создавали как бы такую атмосферу, чтобы постоянно травля была со стороны. Вот. То девочки, которые... Одну из девочек, которая пострадала. То есть, она подговаривала своего брата, даже подговаривала, чтобы ее избивали в школе. Вы знали, что у вашего ребенка нож, и она с ножом вообще-то ходит? Почему? Как оказалось оружие у нее? Она с ножом не ходит. Она с ножом не ходила. Они взяли конкретно нож, чтобы... Потому что они пошли жечь костер. Для этого она взяла нож, чтобы там мог деревья в кору, потому что все ветки мокрые, которые на полу лежат. И девочки знали об этом. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вот вашу позицию мы до этого рассказывали в новостях. Вот позиция мамы девочки. Речь идет о каком-то конфликте, который длился какое-то время. То есть, получается, все-таки, это опять история, когда не разглядели. Правильно? Не разглядели все. Ни родители не разглядели, ни школьные психологи не разглядели, ни классный руководитель, видимо, не смогла вмешаться с тем авторитетом и с той силой, чтобы этот конфликт как-то разрешить. Так получается? Или как получается? Ну, тут, наверное, я скажу, что изначально была неоднократно у нас дома. И имя не надо называть. Я еще раз вас прошу. Была. Хорошо. Девочка была у вас дома. Да. Я вас прошу. Были они подружками. Потом, через какой-то период, они отношения прервали, когда с появлением, наверное, Даши в классе. А появилась она после четвертого класса. И потом у меня Ксюша тесно начала общаться. Ксюша, давний конфликт с Дашей. Я с ней не так хорошо общалась, но у Даши, естественно, подруг. Еще другая у нас была девочка. Вот я с ней лучше общалась, чем с Дашей. А с Дашей начала более-менее общаться только в пятом классе. То есть в четвертом классе не только, если поговорим в школе, а так мы даже не гуляли ни разу. Ой, Ирина, как вы думаете? Вот я хочу сказать о том, что... Как вот мы все вместе просматриваем эту историю? На самом деле, что мы сегодня имеем? Мы имеем противоправные действия подростков, которые закончились трагедией. И чуть не закончились. И чуть не закончились. Но в любом случае произошла трагедия. И хочу сказать, что вот сейчас разбираются с этим правоохранительные органы. Потому что это серьезная и кропотливая работа. Выяснить, что на самом деле произошло и какова роль каждого участника в этом происшествии. Я полагаю, что мы сегодня все-таки говорим больше о причинах совершения подобных действий и о причинах агрессивного поведения подростков. И о том, кто может останавливаться в эту историю. Но, собственно говоря, еще очень важный момент, останется ли это безнаказанным или нет. Потому что... Это еще, конечно, это тема для нашего разговора. Очень вредная тема, когда создается иллюзия безнаказанности этого. Ну, по причине того, что возраст ребят еще не позволяет привлечь их к уголовной ответственности. Поэтому я думаю, что мы совершенно четко должны сегодня сказать, что ответственность будет. Ответственность наступит. И мы это проговорим, и не зря же мы вас позвали. Я вот про другое. Получается, что родители должны следить. Педагог, классный руководитель, это его работа. Школьный психолог, вроде как должен, или служба примирения, да? Но не получается. Как вот мы все у семи нянек, дитя без глаз. Вот как мы все упускаем, что важное мы упускаем в этом смысле. И пропускаем вот такие трагедии, как случилось, например, с Денисом. Подчеркиваю, на 70% ответственны за жизнь поведения родители. И в этом смысле, подчеркиваю, трудно винить там школьного психолога или учителя. Сказать, родители, они все равно понимают. Понимаете, ведь родители знают, извините, генетику ребенка. Они знают, кто в родне. Судимые, алкоголики, наркоманы, игроманы, конфликтные люди. В родне, да. Опять же, родители должны, извините меня, знать, что находится в кармане подростка. У кого-то, может быть, наркотик, у кого-то нож, у кого-то сигареты, у кого-то деньги непонятно откуда взявшиеся. Понимаете, нет таких событий, чудес, когда вдруг из ничего. Ребенок взял, так сказать, ножом, и этим ножом ударил. Или на кого-то напал, или каким-то образом другим себя вел. Родители обязаны мониторить поведение своего ребенка. Они его привели в жизнь, они его должны вести по жизни. На мой взгляд, еще нет культуры переговоров, как практики. Начиная с там институциализированной практики, начиная с детского сада, когда вы учили бы договариваться. То есть, получается, у нас государство в некотором смысле экспроприировало право на конфликт. Юридические, прокуратура, милиция и так далее. Форм договора в подростковой среде культурных нет. То есть, получается, они такие дикие, как с ножом. Ну, а вот почему, с другой стороны, ОБЖ же есть? Есть такой предмет ОБЖ сейчас? ОБЖ там про другое. Ну, в той или иной форме. Это основа безопасности жизнедеятельности. Ну, там нет в курсе переговоров. Умение договориться, а не достать нож. Это тоже безопасность в каком-то роде. Давайте просто вспомним. Кто скажет, где у нас начинает детский сад, школа, есть курс переговоров? Где? Где есть курс переговоров? Есть курс переговоров? Где учились договариваться, переговаривать и договаривать? Уважаемые коллеги, конечно, такого курса нет. Но я скажу, я обращаю ваше внимание. В любом взрослом коллективе всегда люди балансируют на грани конфликтов. В любом коллективе кто-то кого-то ненавидит, презирает, хочет подсидеть. Еще раз, у взрослых не хватает этой культуры зачастую. Что мы говорим о детях? В этом смысле, подчеркиваю, родители должны останавливать ребенка на той грани, за которой происходят, так сказать, уже поступки, которые попадают под уголовный кодекс. И договариваться должен тоже учить родителей? Конечно. И риски обращать. Что может произойти, если ребенок выйдет за те нормативы, которые предписаны по моему жизни? То есть мы разучились договариваться, и дети наши разучились договариваться? Возможно так. Вот у меня какой еще есть вопрос. Уже неоднократно звучала история интернет-соцсети, интернет-соцсети. И была такая инициатива сразу после трагедии с Денисом. Была инициатива, что то ли школьные учителя, то ли потом вроде как сказали, что психологи, должны изучать социальные сети подростков на предмет, не возникнет ли там чего-нибудь. Алексей, Ксения, как считаете, возможно отследить какой-то конфликт, который назревает где-то в соцсетях? Взрослые могут отследить? Честно, скажите мне. Нет. Нет, Ксения говорит нет. Мне кажется, могут. А как? Если в личке там хоп-хоп-хоп-хоп, кто посмотрит? Не знаю, может они спросят там, не знаю, с кем ты общаешься, не знаю, там, ну. Вы же не дадите читать свою переписку? Если, например, забыл выйти, ну, из страницы или вообще из компьютера, или забыл его выключить и ушел куда-то, то они, конечно, могут посмотреть. Как будто мама действительно уши и письма твои прочитает, и личный дневник, и смс-ки в телефоне. Да. Ну, почему не дадим? Если вот с нами, ну, поговорят как-то, или есть доверие какое-то. Если есть доверие, ты покажешь маме свою страницу в контакте. Конечно. И о чем ты переписываешься со своими друзьями. Конечно. Ксения? Ну, да, могу показать. Могу показать. Машите головой, да. Вы знаете, вот мы опять, я согласна с уважаемыми психологами, мы опять крутимся вокруг того, кто и что должен. Но неправильно предъявлять государству, неправильно предъявлять школы претензии такого рода. Вот то, что касается сегодня школ, то, что касается различных социальных учреждений, детских домов, там информационная безопасность, но вот в той степени, в какой это возможно сделать, она там обеспечена. Там стоят всюду фильтры, которые препятствуют проходу ненужной вредной информации, вредоносных различных сайтов, но уследить за тем, чтобы то же самое было дома, практически невозможно. Но вот поэтому наш разговор сегодня, он все-таки повод, и я считаю, что крик уже нашего сообщества, обращение к родителям, уважаемые родители, обратите внимание на своих детей, коротко скажу. Мы проводили социологическое исследование о том, сколько родители общаются со своими детьми. В школах города Красноярска 75% родителей общаются со своими детьми 2-3 часа в день. В выходные дни только 15% родителей вообще общаются со своими детьми. Представления о том, чем занимаются в свободное время, нет вообще. На вопрос о том, сколько времени проводят ребята на улице, родители отвечают 10% свободного времени, сами ребята отвечают 50% свободного времени. Вот это повод говорит о том, уважаемые родители, знайте, где находятся ваши дети, знайте, чем они занимаются, знайте, пожалуйста, что у них в головах. Поэтому, вот понимаете, требовать от государства уже невозможного, неправильно. Мы рассказываем про субъекты профилактики, которые и так существуют, которые и так работают. И вообще-то обязанность этих субъектов профилактики заниматься детьми, оставшимися без попечения родителям. С социально опасным положением, но войти в обычную семью, в любую семью, в семью каждого из нас, никакой субъект профилактики просто не сможет. Я считаю, что невозможно учителю или школьному психологу отследить страницу ВКонтакте. Поэтому эта инициатива, она, даже если она была, она странная сама по себе. Нельзя. Если Ксения не захочет, никто не узнает, что она там пишет и с кем она о чем переписывается. Я же права? Правда. Потому что я сама, у меня у самой страничка ВКонтакте, я знаю, как я ее могу закрыть, как не могу, и как я ее могу воспользоваться, чтобы никто не мог это увидеть. Есть еще вайберы, вотсапы, все на свете есть, правильно? Вот. Но эта инициатива, вот она, она зачем? Это попытка, ну, просто что-то быстро предпринять или что вот тогда? Ну, вероятно, поиск каких-то путей со стороны, опять же, ответственных органов. Вероятно, да. Но это все-таки... Но она обречена на неудачу. На неудачу. На неудачу. Пытка, я согласна. Полезно, если мы в данном случае коллективно предложим, чтобы в школах вели, пускай краткий, пускай там на 10 часов, какой-то элективный курс, который бы позволял подросткам решительно учиться, как решать конфликтные ситуации. Показал бы спектр возможных действий, показал точки, куда могут обратиться, и в том числе рассказал бы о той ответственности, которая может возникнуть в ситуации, которая, когда дети выйдут за пределы разумного и дозвольного. Вот если наша система образования, городская, краевая, хотя бы это сделает, именно в подростковом периоде, класс, так сказать, там, седьмого, восьмого, возможно, мы можем многое, так сказать, вовремя остановить и спасти. Как думаете? Я не только добавлю, я уже могу констатировать, что мы этим уже занимаемся третий день. И будем этим заниматься до 31 октября. Мы проводим в каждой школе Краснодарского края, сотрудники полиции проводят информационно-разъяснительную работу по соблюдению законопослушного поведения. Идею как раз проводим не только, читаем лекции, об ответственности, родителей, несовершеннолетних. А вы будете услышаны, вы уверены в этом? Это надо ежегодно делать. Вы знаете, я не буду, конечно, утверждать, что 100% нас услышат, и это, конечно, было бы ложь. Но мы это делаем, и думаем, что кто хочет, нас услышат. И самое главное, я хотел бы сказать следующее, что на данных занятиях мы не только проводим устную информационно-разъяснительную работу, но проводим также тренинги по выходу, законному выходу из конфликтной ситуации. Это уже делается, мы в этом уже участники. И самый правильный выход из конфликтной ситуации какой? Что вы всем советуете? Мы разбираем каждую конкретную ситуацию. Каждую конкретную ситуацию. Вы знаете, здесь везде все... И беседы ваши доверительные с детьми? Дети вам доверяют? Мы сейчас идем на контакт. Я хотел бы только добавить, что в данном случае вообще работа в полиции в школе это оперативная мера во многом. Безусловно, у нас есть инспектора, которые закрепили за каждыми школами. Но в любом случае, я так понимаю, что мои коллеги в данном случае делают оперативную работу. И они пришли только с одним, чтобы выявить причины и условия совершения правонарушений. А это может быть, как мы обсуждали, подросток носит нож. Но рано или поздно он им воспользуется. Вот для этого мы туда приходим, чтобы брать. Чтобы подросток понял, что это закончится плохо. Рано или поздно он все равно его попробует. Это уже причины, условия. В этом плане мы реагируем и обязаны реагировать. Вот в этом случае у меня польза случаем. Хотелось бы обратиться ко всем педагогам, к родителям и тем, кому это не безинтересно. Если у вас есть информация, что ребенок проявляет девиантное поведение, что он систематически допускает проступки, сопряженные с насилием и жестокостью, информируйте, пожалуйста, о сторонниках полиции. А вы будете карать или помогать? Мы в данном случае, я конкретно отвечаю за подразделение по делам Министерства Шелетников, мы орган профилактики. Мы будем предупреждать, пресекать и устранять причины и условия. Ну, то есть можно надеяться, что помогать все-таки. Однозначно. Однозначно помогать. Мы, знаете, про что еще не сказали? Мы ничего не сказали про игры. Вот, знаете, очень многие считают, что игры, жестокость, стрелялки, бродилки, ходилки, где всех убивают и вот так вот. В общем, мы знаем все про эти игры, что они очень сильно за последнее время исказили восприятие подростков именно вот реальности, да, что можно, а что нельзя. Родители, дорогие, как считаете? Влияет это? Так ли это? Я вот да, на вас. Я думаю, что сейчас и игры, и телевидение, и все, очень много зла показывается. И я думаю, что родителям нужно обязательно комментировать, что это плохо, что хорошо, то есть во что не надо играть, во что надо играть. Играешь? Ну. Во что-нибудь? Ну, я нет. Нет? Нет. А почему? Не нравится? Ну, или мама не разрешает? Да, ну, меня самого как-то не тянет к этому, ко всему. И времени нет, наверное, или есть? Ну, в основном нет. В основном нет? Нет тренировки. То есть занятый ребенок, у которого есть чем заняться в реальной жизни, он, как правило, не подвержен вот этой всей... А Денис играл в какие-нибудь игры вот такие, в которых надо стрелять, убивать? Да, они в ГТА играли, конечно. Ну, в основном, я так последнее время смотрела, он в телефоне какие-нибудь видеоролики смотрел, кто уже им неинтересно, блядь, и играл. То есть сейчас на место вот этих игрушек все-таки приходит, получается, интернет и тот контент, который рождает интернет, да? Вы знаете, такой момент просто существует, что коснулись немножко компьютерных игр, да? В Америке, я не помню, кем именно и где именно, проводилось исследование, кстати, по поводу вот этих вот компьютерных игр. И было совершенно не доказано, что компьютерные игры, они называют большую жестокость. Объясню, почему. То есть не доказано. Не доказано. Не доказано. Объясню сейчас минуточку, почему. То есть когда существует, возникает вот эта вот агрессия, когда выходит выход агрессии, то есть, да, когда там она убивает или что, происходит разрядка. То есть напряжение спадает. Да, вопрос в том, что происходит опять следующее напряжение, спадает оно или нет. Но что касается вот исследования компьютерных игр, то не было доказано, что они способствуют развитию какой-то дополнительной игры. Что, Дмитрий, вы повернулись на меня. Можно я тоже продолжу позицию коллеги? Я так получилось учился в пяти школах. И вот как раз в подростковом периоде сменил три школы. Когда я был в седьмом классе в школе в городе Ягарки, два моих поссорившихся одноклассника, один ударил другого стулом и бил глаз. Когда я был в 97-й школе, учился в восьмом классе, один другого при мне, так сказать, ножом, к сожалению, ткнул. К счастью, в руку, так сказать, ничего страшного не произошло по факту, но тем не менее. В девятом классе две девочки, мои одноклассницы, подрались за мальчика, одна плеснула кислотой в глаз. Интернета не было, компьютерных игрушек не было. Это был 83-й, 4-й, 5-й год. В этом смысле обращаю внимание, в подростковый период время, когда просыпаются гормоны. Тестостерон, эстроген, так сказать, адреналин. И в этом случае мы не будем, мы зря будем грешить на компьютерной игрушке. Родительское общение, общение между детьми, это важнее, чем влияние игрушек компьютерных. Хорошо, еще раз проверемся на рекламу, и тогда поговорим уже о безнаказанности, раз не в интернете дело. И заключительная часть нашего разговора, но она не самая простая. Всю эту неделю мы с коллегами Нафонтова обсуждали вот эти два трагических и менее трагических случаев в Красноярске и в Девногорске. И многие родители детей-подростков сходятся в одном, что защита интересов детей, защита интересов подростков, она перевалила в некую другую крайность. Сейчас тронуть ребенка не моги, наказать его не имеешь права, повысить голос не имеешь права. У меня вот коллега, она говорит, каждый день ребенку в школе говорят телефон доверия, по которому он может позвонить. То есть ты своего ребенка отчитал, он хоп в телефон доверия, алло, меня там мама притесняет. Не дошли ли мы вот во вседозволенности и в попытке защитить ребенка до некой крайности, когда ребенок рулит уже историей, ребенок рулит ситуацией и не дает нам, взрослым, себя нормально воспитывать? Вот как вам кажется? Даша? Мне кажется, вообще, особенно последней новостью, что нельзя даже шлепнуть ребенка за то, что он там, он даже может сматериться. Даша, шлепаете? Я? Да. Один-два раза немного. Но это уже совсем как докрайность. А другой посторонний человек может. Но они сейчас в таком возрасте, мы просто, такая православная семья, нам проще. Как бы религия, она внутри дает какие-то разъяснения. Потому что, я не знаю, если бы я была неверующей, мне бы трудно было бы вообще объяснить. Что такое хорошо, что такое хорошо. Да, да. Поэтому в этом плане она помогает воспитывать. Ну и все-таки, вот не перегиб ли это, Роман? Трудно сказать. Трудно сказать. Но если такие факты все равно происходят, вот трагические, то она, наверное, не перегиб. Дети доводят учителя до истерики. Все это на сотовый телефон, хоп, и в интернет. А учитель сделать ничего не может. Ну, дело учителя, чтобы таких ситуаций не возникало. То есть, это все зависит от квалификации учителя? В том числе и да. Вот реальная история Красноярской школы. Учитель литературы не смогла успокоить детей на литературе и разревелась. Просто от бессилия. Ну, такие факты, конечно, бывают. Тоже квалификации учителя? И квалификации учителя, и воспитания детей. Нельзя так однозначно сказать, только квалификации. Вот такие информационные моменты, они дают почву для манипуляции детей. Это однозначно. Потому что, касаясь случая, что педагог как бы расплакался, да. Ну, свойство нервной системы, оно оказалось, оно более чувствительное, чем, возможно, кто-то другой. Но она как бы утомилась. Может быть, физически истощилась. Конечно, это тоже... Я вот думаю, что мы можем быть, опять же, полезны, если мы родителям, которые нас сейчас смотрят, порекомендуем, чтобы, когда они приходят на родительское собрание, и учителя, воспитатели, администрация школы высказывают те или иные замечания по поводу поведения ребенка, или родители сами друг другу высказывают поведение по поводу, так сказать, высказывают замечания по поводу поведения детей, чтобы родители были более внимательны к этим звоночкам. Потому что, к сожалению, современные родители считают, что если на моего ребенка там чужие родители чего-то жалуются, то они там такие-сякие, там, за своими детьми пускай спускай смотрят. Родители должны эти звонки ловить. Потому что, к сожалению, именно пропуск первых сигналов, неважно от кого поступающих, приводит к таким срывам. Я хочу сказать, вот, пользуясь случаем, я, конечно, хочу выразить, вот, в данном случае соболезнования, и, как бы, маме погибшего ребенка, и, вот, пострадавшим, так сказать, в данном случае девочке и маме, я хочу сказать, что это были хорошие дети, потому что мальчик, который, так сказать, вышел на разговор, зная, что будет конфликтная ситуация, он умер героем, он молодец. Такие мальчики нужны нашей стране. Девочка, которая пошла... Живыми только такие мальчики нужны. Пошла доверять, так сказать, нужны, живыми, конечно. Девочка, которая пошла с подружками гулять, нечего, без ножей, с подружкой пошли гулять. Они молодцы, они доверчивы. В этом смысле, мы, родители, мы, администрация, мы должны быть внимательны, мы должны смотреть дальше своего носа, мы должны сомневаться, подозревать, мы должны учитывать, что наш ребенок не ангел. Он может быть не ангелом, мы должны быть критичны, и тогда наш ребенок будет защищен. Андрей, я поняла уже позицию, вы все время все на родителей. Ирина, вот бывает ли история, когда защита прав ребенка, она идет уже во вред ребенку. Надо выпороть, а мы не можем. Вы знаете, перекос бывает тогда, когда детям, ребятам рассказывают только об их правах. На самом деле, прав без обязанностей не бывает никогда. Да, и когда мы говорим с ребятишками о правах, мы рассказываем о том, что твои права действительны до тех пор, пока не начались твои обязанности. Если ты уже нарушаешь чьи-то права, то все, ты тогда тоже становишься правонарушителем. Поэтому здесь нужно соблюдать баланс, опять-таки, нам же, взрослым. И я не очень соглашусь с критикой вашего детского телефона доверия. Он предназначен не для того, и на самом деле не такие туда обращения поступают, там меня обидел родитель. Нет, на самом деле, это очень серьезная помощь детям и родителям как раз в урегулировании детско-родительских отношений. И как раз по этим вопросам поступает большинство звонков, между прочим. И я пользуюсь, наверное, такой возможностью, я бы его повторила бы даже. Может быть, зрители сейчас у телевизоров, его занесут в свои сотовые телефоны, может быть, он пригодится либо им, либо кому-то из их знакомых. 8 800 2122. 8 800 2122. Этот телефон очень важен. Он анонимный, он бесплатный и он круглосуточный. И не для того, чтобы жаловаться на родителей, которые сделали тебе замечание. А для того, чтобы оказать помощь именно в таких ситуациях, когда тебе не к кому больше обратиться, когда рядом нет такого взрослого или друга, к которому ты можешь рассказать о своей проблеме. Светлана, как вы считаете, повлияло ли на историю с вашим ребенком тот факт, что уже в понедельник стало известно, что на мальчика, который убил Дениса, не завели даже уголовное дело? Вот эта история, когда ребенок оказался безнаказанным, развязала руки каким-то другим детям? И не спровоцировала ли вот этот случай с вашей девочкой? Я вот это событие узнала при случае моей дочери. И до этого я не знала. Просто так случилось, что я была в кабинете УЗИ, и в этот момент мне рассказала доктор-перевозник Валентина Алексеевна этот случай. Ну, конечно, такой случай безнаказанным нельзя оставлять. Надо этого ребенка, который так поступил, какое-то наказание. Какое-то реальное наказание, вы считаете, должно быть? Ну, в первую очередь, конечно, изолировать от общества, потому что он опасен. Не только среди одноклассников, а вообще в обществе. Как вы считаете? Я хотел бы следующее добавить. Я позволю вас поправить, что при рассмотрении данного вопроса я бы исключил слово безнаказанности. Безнаказанности не быть не должно. Да, ребенок не подлежит уголовной ответственности, и родители тоже не будут привлечены к уголовной ответственности. Но ответственность другая будет. А я напоминаю, в данном случае предусмотрена для родителей гражданско-правовая ответственность. За любой ущерб, вред родители несут ответственность за своих детей. Повредил ребенок имущество. Я пока по гражданско-правовую ответственность. Повредил ребенок какую-то вещь. Родители возместят ее стоимость. Причинил ребенок в данном случае моральный вред родителям, других родителей. Кстати, я присоединяюсь и выражаю вам искренние соболезнования вашим родным и близким. Причинил моральный вред, он тоже подлежит возмещению. Это все в рамках гражданско-правовых отношений. Это первая ответственность. Вторая ответственность, это уголовная. Но в данном случае она не наступит, потому как возраста не достиг. Третье, это, конечно, административная. То есть, если дети были правонарушены, ребенок взаимосвязывали системность, мы бы родители привлекли за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. То есть, без наказанности, если тебе нет 14 лет, без наказанности нет? Теперь считаю, что нет. То есть, я имею в виду чисто по общению, как мы сегодня общаемся, здесь в форме диалога. С уголовного кодекса, да. Но теперь далее. Уголовной ответственности нет. Но мы сегодня акцентируем подразделение по делам несовершеннолетних, которое входит в комиссию по делам несовершеннолетних. И в защите их прав при поступлении материалов уголовного дела из Следственного комитета. И если по этим материалам будет усмотрена вина подростка, мы уже приняли решение и однозначно будем настаивать на помещении ребенка в специальное учреждение, в специальное учебно-воспитательное заведение закрытого типа. В спецшколу. Можно так сказать. В Красноярске, да? Да, у нас ближайшее это в Кемерово находится и далее на восток. То есть, мы однозначно будем настаивать, где для ребенка будут созданы особые слова воспитания и содержания и будет специальный педагогический подход. Анна, что скажете? Ну, что тут сказать? Вот есть история с моральным. Ребенка не вернуть, и мы это все понимаем, и степень вашей трагедии мы не понимаем, но пытаемся как-то осознать вообще это. Но вы будете подавать там на моральный ущерб? Да, мы все, мы с Москвой работаем, мы будем добиваться наказания более высокого. Как? Расскажите, подождите, о чем речь? Ну, пока я не знаю, мы с адвокатом работаем в Москве. То есть, вы будете добиваться наказания для этого мальчика? Ну, и мы хотим, как бы все-таки, чтобы по снижению возраста все равно ребенок должен отвечать. Он уже, я считаю, если он взял нож в руки, он должен ответить за все. И тем более, он ходил по школе, он не один год ходил, ребята все говорят. Вы будете подавать на моральный ущерб, и вы будете инициировать снижение возраста наступления уголовной ответственности. Как считаете, возможно это и в какой перспективе? Реально, возможно ли изменить закон? Ну, здесь должна быть законодательная инициатива. Ну, она может быть. Может быть, но я не могу сейчас комментировать, потому что этот процесс достаточно длительный. А вы как считаете, должны быть реальные уголовные сроки для такого рода преступлений, даже если ребенку нет 14? Вы знаете, я лично считаю, что везде должен индивидуальный подход. И вводить право я бы не стал. Но учитывая то, что мы сегодня всеми обсуждали, и я так понимаю, в большинство в ГОС мы приходим, что виновата отсутствие контроля, в данном случае родители. То есть должны быть наказаны родители? Да, есть 89 ст. главного кодекса, где написано, что в углевом случае, в случае совершения правонарушения ребенка, обязательно выясняется условие воспитания, содержания, индивидуальные особенности ребенка, уровень психического развития и, самое главное, влияние старших лиц. Вот в данном случае мы уже начали к этому подходить по влиянию старших лиц. И в данном случае, опять же, возвращаясь к теме, то, что по ребенку, то, что сегодня уже это реально. То есть помимо того, что можно ребенка по разрешению суда поместить в специальное учреждение воспитательного типа, закрытого типа, помимо этого, ребенок также может быть перед этим помещен в центр специального воспитания для несовершеннолетних правонарушений. Это у нас находится в городе Красноярске. Сегодня срок 30 суток. Мы уходим с активой, чтобы срок увеличили до 90 суток. Ирина, нужно ли наказывать родителей серьезно, а не штраф 500 рублей, как в ситуации с смертью Дениса, с гибелью Дениса? И нужно ли снижать возраст наступления уголовной ответственности? Ну, давайте сначала с возраста уголовной ответственности. Вообще, этим спором о том, нужно ли снижать его, ну, уже не один десяток лет. Я, честно говоря, не являюсь сторонником мнения о том, что его нужно снижать, потому что он установлен все-таки с учетом психовозрастных особенностей подростков. Речь идет о том, что сегодня-то подростки стали действительно жестче, стали грубее, но в психофизическом своем развитии они отстают. Акселерация – это акселерация, но речь идет о том, насколько подросток в состоянии предвидеть последствия своих действий. И в некоторых странах мира есть более низкий возраст, и 7 лет, и 10 лет. Но я не думаю, что это нужно делать в России, потому что закончится тем, что мы всех правонарушителей пересадим, на самом деле. А с учетом высокого уровня рецидивной преступности, мы получим, наоборот, еще больший рост преступности в обществе. Здесь я хочу сказать в данном случае, что даже инициатива об увеличении, о снижении возраста, она не повлияет никак на конкретное дело, потому что условия уже по сегодняшним условиям… А то, что касается наказания для родителей, у нас просто совсем немножко времени до окончания. Административное наказание однозначно. Ужастощить? Нет, оно будет применено. В случае повторных каких-то проблем с ребенком, оно будет в более высоком размере, штраф будет взиматься. Но я бы сказала, что вот то, что произошло сегодня с ребенком, и перспектива дальнейшей его жизни и жизнеустройства, я думаю, что это гораздо большее наказание для любого родителя, чем мы могли бы придумать, к примеру, уголовную ответственность или какую-то более жесткую… Семья наказана, вы считаете? Семья наказана очень жестко. Это точно. Наши телезрители считают, что от безнаказанности все. Всему виной безнаказанность. Что же, я благодарна вам всем за очень интересный, содержательный, и я надеюсь, полезный для наших телезрителей разговор. Я благодарна вам, и надеюсь, что мы донесли главное, что все дело в семье, поэтому нужно любить своего ребенка и понимать его. Удачи, увидимся еще на Афонтово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова